...спорта России по вольной борьбе, тренер, воспитавший призёров Олимпийских игр, первая женщина в России, которой присвоено звание заслуженного тренера Российской Федерации, Наталья Павловна Иванова. Слово для приветствия и поздравления предоставляется министру спорта и молодёжной политики нашей республики, Вячеславу Анатольевичу Домденцурунову. Дорогая Наталья Павловна, разрешите от всех спортсменов, от лица рукомитета поздравить вас с днём рождения. Ведущий сказал, что вы заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. Кроме этого, вы 13-кратный призёр чемпионата Европы и мира по вольной борьбе, чемпион мира по самбо. Так что, дорогие друзья, громкие аплодисменты в честь днём рождения замечательного спортсмена, тренера, наставника. Нам очень приятно, что вы приехали в Республику Бурятия из братской нашей Иркутской области с воспитанниками своими. Так что, мы от всей души вас поздравляем, вручаем вам небольшой букет и, конечно, благодарность от нас за огромную работу в развитии физической культуры и спорта. Спасибо большое, огромное, министру спорта Бурятии Вячеславу Анатольевичу за тёплый приём. Мы с ним виделись недавно, буквально на первенстве России по вольной борьбе среди юношей в городе Иркутске и познакомились там впервые. Очень здорово, что я всегда сюда приезжаю и так тепло меня здесь встречают. Неоднократно я выходила на эти ковры и доказывала, что вольная борьба женская, она всё-таки должна была войти в Олимпийские игры. И, наконец-то, наша вольная борьба женская борьба присутствует, и наши девчонки выступают, и они уже неоднократно были призёрами Олимпийских игр. Есть и чемпионы Олимпийских игр, поэтому я очень благодарна Бурятской земле за тёплый приём. Спасибо огромное за то, что ещё сегодня у меня день рождения, и всё-таки не забыли. Я очень благодарна. Спасибо ещё раз. И хотелось бы сегодня обратить на то, что буквально недавно, пару часов назад, в городе Казани произошло трагическое событие. Я прошу всех почтить минутой молчания эти события. Пожалуйста, встаньте. Почтим память. Почтим память. Да, дорогие друзья, несколько часов назад в столице Татарстана произошло ужасное. Мы от лица спортсменов, от лица организаторов Чемпионата России по вольной борьбе среди женщин в Олимпийске выражаем соболезнования всем родным и близким погибших. Бурятия с вами. Спасибо. Бурятия с вами. Бурятия с вами. Бурятия с вами. Бурятия с вами. к работе, и мы приглашаем на ковры. На ковер А вызываются борцы весовой категории до 50 килограммов, полуфинам. Валерия Чемсаракова, Кемеровская область, Анжелида Федорова, Кемеровская область. На коверсы приглашаются участники полуфинала весовой категории до 50 килограммов, Вероника Курская, Республика Крым, Екатерина Михайлова, город Москва. Руководители Габра А. Анатолий Ковалев, Амурская область, город Благовещенск. Александр Чуенко, город Москва. Замир Авамилев, Республика Крым, Евпатория. Все судьи международной категории. Руководители Габра Ц. Александр Матвеев, город Санкт-Петербург. Алихан Каратцев, Ставропольский край, город Пятигорск. Александр Донзоленко, город Красноярск. Все судьи международной категории. Александр Донзоленко, город Санкт-Петербург. Александр Донзоленко, город Москва. Александр Донзоленко, город Москва. Синец. Александр Донзоленко, город Москва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинай, начинай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на Ковресов в красном трюко Вероника Курская. Республика Крым, город Земдорополь. Маскер спорта международного класса. Борьбой занимается были 10 лет под руководством Игната Грик. Сын им треком. Екатерина Михайлова. Представляет Чувашскую республику. Маскер спорта России. 8 лет занимается борьбой. Первый тренер Денис Егоров. В данное время тренируется под руководством Максима Ломешева. Екатерина Михайлова. Победитель с первенства мира 2015 года. Серебряный призер первенства мира 2017 года. Двухкратный победитель с первенства России 2017-2016 годов. Серебряный призер первенства России 2019 года. Серебряный призер первенства России. Валерий Чепсаракова. Валерий Чепсаракова. На ковре А в Красном Трику борется мастер спорта международного класса Валерий Чепсаракова. Кемеровская область. Кузбасс. Валерий Чепсаракова. Валерий Чепсаракова тренируется под руководством Григория Брэйбу. Бронзовый призер чемпионата России. В Синем Трику борется Анжелика Федоровна. Также представляет Кемеровский область город Новокузнец. Тренируется под руководством Виталия Казимовского. Анжелика Федорова серебряный призер первенства Европы 2017 года. Тренируется под руководством Григория Брэйбу. Валерий Чепсаракова. Валерий Чепсаракова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Крым! 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 Аплодисменты! Добро пожаловать в Крым! 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 Продолжение следует... 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 В Красном Трико мастер спорта России Екатерина Исакова, город Красноярск. И 22 года борьбой занимается 8 лет. Под руководством Анны Паловневой и Александра Сучкова. Бронзовый призер чемпионата России 2018 года. Также Екатерина является бронзовым призером международного турнира серии Гран-при Иван Ерыгин. Синим трико выступает представитель Ростовской области. Параллельно за счет Московской области Марина Симонян. Мастер спорта тренируется под руководством Валерия Чубакова, Михаила Сухонкина. И Вартареса Самургашева. Бронзовый призер первенского мира среди спортсменов до 23 лет. Серебряный призер чемпионата России. Бронзовый призер. Бронзовый призер. Бронзовый призер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok